привет друзья рад приветствовать на моем канале горилла гк и мы начинаем новые видео наверно уже узнали что это легенда бмв е34 но почему она в белом цвете я сейчас все объясню видео и покажу как мы ее покупали даже нет мы я не снимал как мы ее покупали я просто снял некоторые моменты как мы ее везли ну было на то ряд причин но у нас есть теперь забегая наперед скажу отличные ровные документы ах да сейчас буду объяснять всего еще с самого начала для этого мы вернемся немного назад ну где-то примерно на неделе три назад в общем попробовал я поставить на учет свою бмв е34 но получился маленький затык в этом оказалось что хозяин который в техпаспорте он уехал в россию и принял гражданство теперь я не могу снять с учет автомобиль ну блин так получилось потом я не стал отчаиваться начал альтернативные пути искать и к счастью на сайтах автомобильных продаж выскочил этот автомобиль у него документы нормальные он без двигателя коробки но это нам не важно но остальное есть маленькие ништяки ну вы это видите видео после того как созвонились с хозяином этого автомобиля договорились о цене я стал заниматься поисками чем бы его и привести взяли на прокат лафету тоже спасибо человеку что дал на этот день оставался вопрос у нас по автомобилю которым это все тянуть к счастью спасибо тебе вовчик что даже нам бус если ты смотришь это видео еще раз огромное спасибо в общем взяли мы бусик с другом сели в автомобиль и выдвинулись пять утра но это все есть видео ехали мы три часа до полтавы ну там загрузились сделали все и назад выдвинулись ну тоже три часа ехали такой путь у нас скажем так долгий оказалось ну и все хорошо назад благополучно вернулись загрузили автомобиль и вот у нас он уже в гараже дальше будем заниматься мы у нас выйдет еще ни одно видео по этому автомобилю так как предстоит нам потрудиться неплохо ну на данном этапе что у нас есть как мы его везли смотрите видео приятного просмотра доброе утро ребята у нас на часах 7 часов утра мы взяли вот такую лафету бусик обложили будем держать путь в сторону полтавы а что именно мы будем вести на этой лафете смотрите видео дальше не перематывать итак друзья это у нас автомобиль посмотрите в общем да это еще одна бмв е34 это было куплено потому что мне нужен кузов с документами потому что на моей вышел маленький конфуз с документами я ее не смог переоформить вот так она выглядит у нас на конечно в пыли долго стояла но ничего страшного ну в принципе состояние довольно неплохой но там что-то подкрасить ну будем перекидать нашей посмотрим что у нас получится более детальный осмотр сделаем уже в гараже итак итак и Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас, кстати, целое лобовое стекло и молдинги в довольно неплохом состоянии лобового. Кто в теме, тот поймет. Так, идем дальше. Дальше по салону у нас есть спортсицы. Так, вот одна водительская, но я плохо видно. Вот вторая. Они на механической регулировке без подогрева. Идем дальше. Пройдемся по больным местам. Больные места, задние стаканы. Так, ну, в принципе, я смотрел они там, несмотря на то, что гайки ржавые, это целые. И второй точно такой же. Так, по днищу, смотрите, оно вообще просто по сравнению с той, ну вообще, можно сказать, идеал. В пластмассочке присутствуют кожухи, проводки. Так, бескондейная печка. Смотрим дальше. Радует то, что есть заглушки, у которых у меня не было задних стоек. Также есть вот под динамики места присутствуют. Ну, в принципе, много чего из ништяков есть. Сейчас залезем в яму, посмотрим, что она представляет собой снизу. Залезем в яму, будет беглый осмотр. Смотрим нищие. Нищие у нас даже очень бодрые. Я бы сказал, очень даже бодрые. Так. Трубочки все. Укрепления довольно нечасто встретишь, чтобы она присутствовала. Все заводские крепления трубочек не погнуты, и все идет красиво. Интересно. Порог. Порог у нас ремонтированный сзади. Сделанный, в принципе, нормально. Балка, смотрим. Балка у нас так же сложная, как и на серый. Прикольно, прикольно. Нужно будет глянуть, что у нас за редуктор здесь стоит, потому что на той с блокировкой. Если что, будем ставить тот. Посмотрим. Прикольно, прикольно. Идем дальше. О, стоит кожух тоже немаловажно. В принципе, все довольно неплохо. Ну, ходовку будем смотреть потом уже, как все остальное сделаем. Сейчас вылезем тоже. Покажу под скоподку. А, в принципе, можем отсюда глянуть. Так, ну. Так, ну. Нет, тут мы ничего не глянем. Смотрим. Смотрим на подкапотку. Ага. Нужно отщелкнуть тросик. Ну, это очень даже хорошо, что тросик работает. Так. Ага. Отскочил. Нужно будет менять газовые упоры. Они не выпрыгнули. Ну, ничего. Смотрим. Смотрим. Подкапотное пространство. Ну, в принципе, хорошее. Печка. Стаканчики. Ну, накрашенные, но сделано нормально. Из нужного, то, что нужно будет делать нам, будем отсверливать кронштейн под аккумулятор, так как теперь у нас будет он под сидушкой. Все у нас для этого есть. Вот так. Ох. Так, эта тарелка у нас целая. Это очень тоже хорошо. Но лобовое очень радует, что целое. Очень даже радует. Люк. Люк здесь механический. Мы будем переставать электро. Почистим сразу, наверное, те, что идут водоканалы. Друзья, у нас имеются фары Bosch. Целая рамка. Сами фары очень даже неплохие. Ну, по крайней мере, они без ангельских глазок. Без всякого колхоза, как на серый. Я тоже там хотел менять. Но, к счастью, повезло, что эти нормальные. В общем и целом, мы имеем две 34-ки. Ну, одна с хорошими документами. Вот эта, та, что у меня за спиной. И будем на ее базе собирать автомобиль. Я думаю, у нас все получится. Так как у нас, в принципе, довольно много запчастей, которых не хватало. Которые нужно искать. Кто строит 34-ку, он меня поймет. Кто, в принципе, владеет 34-кой. А насчет кайлов, которые на серой 34-ке. Я думаю, мы еще подумаем. Возможно, скорее всего, мы их и оставим сюда. А можете? Нет? Ну, посмотрим. Также хотелось бы, наверное, все-таки широкую морду оставить. Возможно, мы ее в будущем перекрасим и поставим сюда. Ну, тоже, в принципе, прикольно. Не знаю. Ну, посмотрим, что будет дальше. Не будем забегать наперед. Друзья, у нас еще есть бампера. Очень в хорошем состоянии. Что очень тоже радует. Как бы на моей просто стоит реплика шницер обвеса. И, блин, хотелось бы все-таки в оригинале. И, к счастью, у нас это все есть. Будем собирать все, я думаю, на узкой морде в белом цвете. Так что, как мне, в принципе, нравится 34-ка в белом цвете. Очень. Я, в принципе, всегда хотел такую. Ну, будем воплощать мою мечту. Сейчас самое главное сделать инвентаризацию, что мы имеем. Посмотреть, разложить все, как есть. Сделать список. И приступать к работе. Так как работы здесь немало. Ну, ничего. Если досмотрел видео до конца, огромное тебе спасибо. Если не подписан, подписывайся. Если подписан, крутяк. Ставим лайки. Нажимаем колокольчик. Пишем комментарии. Меня это очень радует. Мотивирует. Дальше снимать все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.